У США нет планов проведения сухопутной операции против боевиков ИГИЛ в Ливии. Об этом заявил представитель госдепартамента Джон Кирби. Он отметил, Пентагон будет действовать так же, как в Ираке и Сирии, оказывая поддержку местным силам с воздуха. При этом Кирби сказал, что также нет планов по вооружению лояльных ливийскому правительству народного единства местных подразделений. В центре Лондона неизвестный подросток с ножом напал на людей. Он убил женщину и ранил еще пятерых, после чего его задержала полиция. Юноше 19 лет, но его личность пока не раскрывают. В полиции не исключают версию теракта. Она одна из основных. Предварительные данные указывают на то, что у молодого человека есть проблемы с психикой. Были ли у него сообщники, пока неизвестно. Президент Украины начал официальный визит в Малайзию. Он первый в истории взаимоотношений двух стран. В азиатском государстве Петр Порошенко пробует до 5 августа. Запланированы встречи с высшим руководством и участие в Украино-Малайзийском бизнес-форуме. Стороны подпишут ряд соглашений для углубления сотрудничества. Рыболовный промысел в Северном Ледовитом океане становится масштабнее. Обильное таяние арктических льдов открыло новые судоходные пути, и теперь траулеры заходят еще дальше на север в поисках рыбы. Природоохранная организация Greenpeace предупреждает. Чрезмерная рыбная ловля в этих местах ставит под угрозу хрупкую морскую экосистему. Природозащитники ведут в Арктике собственное расследование. Они определяют местонахождение рыболовных судов. С воздуха отслеживают, каким способом те вылавливают рыбу. Затем исследуют дно океана, где шел промысел. С некоторыми судами пробуют остановить контакт. Киркелла, Киркелла, Артик Санрайс на 10 канале. Вы меня слышите? Слышу хорошо. Как долго ваш трал будет внизу, и когда вы собираетесь его поднять? Извините, я очень занят. Мне придется прервать разговор. Если возникнет чрезвычайная ситуация, вызывайте меня по 16 каналу. Экологи видят, как ежедневно рыболовные тралы повреждают коралловые рифы. «Морское дно – это совокупность разных жизней. Их очень много там. Например, кораллы. Возможно, им уже сотни лет. И если сети повредят их, потребуются века на восстановление». Специалисты требуют защитить экосистему Северного Ледовитого океана. «Никто не говорит не ловить рыбу. Просто это можно делать не везде и не чрезмерно». Усилия экологов не остались незамеченными. Некоторые крупные рыболовные компании подписали соглашение по охране ресурсов Северного Ледовитого океана. Однако оно носит временный характер. И пока не принято ни одного закона, который защитил бы экосистему Арктики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова